Добрый день, уважаемые друзья! Вы на канале Островский на острове. И сегодня мы будем делать вместе с вами колбасу. Колбаса у нас будет необычная, колбаса у нас будет сахалинская. Почему сахалинская? Объясняю. Если сверху посмотреть на остров Сахалин, он в виде лосося. Соответственно, сахалинская колбаса, как вы догадались, будет у нас из лосося, а конкретно из киты. Я уже из подготовил, значит, здесь килограмм, ровно килограмм киты осенней. Из специй мы будем использовать соль нитритную, из расчета 18 грамм на килограмм. Здесь у меня 18 грамм черный молотый перец, 3 грамма на килограмм. И свежий, ну как свежий, замороженный, это тоже остался с прошлого года, укроп. Это обязательно. Никаких чесноков, луков, ничего более. Соль, укроп и перец. Черный молотый. Набивать я ее буду в оболочку коллагеновую. Вот она у меня приготовлена уже, кончики завязаны. Также, приготовил уже шпагат для завязки. Понадобится нам ледяная вода, только-только с морозилки она прям леденющая. Соответственно, колбасный шприц, ну и мясорубочка. С мелкой решеткой. Я поставил самую мелкую. Сейчас мы измельчаем наш лосось, киту. Дальше смешиваем со специями, хорошо вымешиваем. Добавляем водичку, чтобы лосось был немножко посочнее, не сухой. Набиваем в оболочку. И на термообработку. Погнали! Добавляем водичку. Погнали! и так перемолол я наш фарш получился вот такой вот сейчас добавляю все специи сюда фарш я не солил будет солиться у меня на процессе в оболочке в процессе значит отепление и не отепление усадки за думаю за 4 там часа за 3 он так добавляю воды немножко и вмешиваю до такого момента пока вся вода у меня не впитается в мясо рыбы это делать для того чтобы а какой холодный фаш делать для того чтобы рыба сухой не было после термообработки чтобы сочной вкусной колбаской друзья часто читаю в комментариях и недавно кстати спасибо огромное медиахоудингу и ств за то что сделал статью колбасу краковского когда я делал вот и там часто говорят вот конечно просто делать когда у тебя есть все оборудование ребят я раньше делал без всяких термокамер я делал просто вот у меня была мясорубочка делал без шприцов в обычной духовке единственно что потребуется это обязательно термощуп потому что колбаса она делается не по времени она делается по температуре посмотрите какой фарш получается он как желе сейчас мы еще укроп распределим по всему не было таких вот хвостиков как желе холодец белок у нас выделяется который будет склеивать весь фарш всю составляющую даст форму вся вода впиталась видео 350 миллилитров воды здесь ничего не осталось я выдавал между прочим еще как ты считаешь она действительно так мы все так начали подготовили фаршик такой липучий стал прилипает перчаткам к тарелочке все сейчас я его отправлю еще подморозится потому что колбаска любит холод дабы не размножались никакие болезнетворные бактерии там и прочее 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 сейчас в духовочку потом шприц сейчас в морозилочку потом шприц набиваем оболочку и на термообработку погнали так подморозил я фаршик рыбный медуза такая получилась сейчас я буду перекладывать в колбасный шприц но перед этим я хотел бы сделать небольшое объявление объявить небольшой конкурс значит ребят все мы знаем о непростой ситуации у нас значит стране с закрытиями там будет закрывать youtube не будут закрывать youtube никто об этом не знает но на всякий случай я сделал канал на яндекс дзен вот что нужно для конкурса значит зайти в дзен найти канал островский на острове подписаться оставить комментарий например вася последние четыре цифры номера телефона я на них буду отвечать то есть ставить цифер к 1 2 3 и так далее по списку и в конце недели конкретно в субботу конкретно в 17.00 я отсниму видео с розыгрышем то есть генератором случайных чисел выберем победителя если это будет местный человек который ну сахалинец он получит в подарок данную колбаску который сегодня мы сделаем если это человек с материка значит ему придет на почту офигенский сахалинский сувенир так что дерзайте прямо сейчас можете переходить на дзен и подписываться на канал островский на острове я вас там жду ну а сейчас мы загружаем наш многоуважаемый шприц фарша немного так что хорошо применять для того чтобы услышать так все у нас фаршик фиксируем обязательно одеваем царочку самую большую которую у меня есть хорошо закручиваем вот он пошел подгоняю я его кончику беру оболочечку коллагеновую можно делать в любой другой но я ее буду коптить она пара дымопроницаемая вот эта оболочка поэтому набиваем плотненько достаточно хватит для этого батончика и и вот такой батончик прекрасный у нас получилось смотрите пруги мячик привет класс друзья мне подогнали вот такие вот сеточки обалденные вообще вещь колбаску колбаску укладываешь она не настаиваешь да со всех сторон проветривается вообще изумительные сеточки такие классно погнали и набираем ее прям до конца итак друзья получилось у нас с килограмма рыбы вот столько колбасы то есть два полноценных батона и один этот я съем попробую один из этих батонов какой-то не знаю еще какой будет ваш обязательно выполнить условия и так все закончились набивкой сейчас я ее подвешу в холодильник на усадку до утра сейчас у нас время половина восьмого грубо говоря до утра она у меня будет висеть а дальше я ее отправлю в камеру где буду термообрабатывать то есть камера будет термообрабатывать не я буду просто камерой управлять ну и попутно еще скопчу кусочек мяса так для себя могу показать его сейчас у меня я лица потому что сырое мясо влажное смысле снаружи мясо коптить нельзя поэтому сейчас немножко он не обсыхает сейчас я вам покажу вот такой вот кусочек мяса еще буду коптить попутно ребрышки они маринованные они просоленные можно принципе есть прямо сейчас но с копчением лучше поэтому вместе с колбаской скоптим еще этот кусочек и еще там у меня есть колбаска который должен быть скоптить ну все так друзья прошла ночь повесил я положил вернее мясо повесил колбасу сейчас воткнул в контрольный батон термощуп и уже правильно термообработку то есть сначала у меня будет обсушка потом обжарка с дымом и варка в процессе обжарки с дымом в процессе копчения я повешу себя еще одну колбасу мне просто она уже готова и вопрос надо подкоптить все и дальше уже будем готовить вот значит вот моя термощуп в мясо термощуп в контрольный батон еще раз повторяюсь колбаса готовится не по времени она готовится по температуре внутри батона ну и снаружи соответственно значит у меня есть установлен термощуп от камеры который показывает температуру внутри камеры термощуп внутри колбасы и термощуп внутри мясо значит внутри мясо температура 23 внутри колбасы 16 сейчас мы будем отеплять включу конвекцию без тена просто пусть пока немножко повисит оттеплится потому что температура как видите 25 внутри камеры вот такой температуры немножко я ее оттеплю а дальше уже буду обсушивать жарить и варить так ну оттеплил я немножко наш продукт сейчас посмотрим что там у нас внутри вот внутри у нас мяско подвелилась колбаска подсохла так начинаем наш процесс так начинаем наш процесс в сушке для этого выставляя температуру 60 градусов здесь такое управление интересное да ну давай 60 раз все 60 градусов включен темп больше чего включать не буду положение первое обсушка ребят повторяю все это можно делать в обычной домашней духовке сейчас все духовки практически с конвекцией даже если нет конвекции ничего страшного самое главное это иметь вот такие вот щупы примерно подобные ну и доводим температуру до 37 градусов внутри батона внутри изделия это очень важно повторяюсь можно сделать это все в духовке с конвекцией можно без конвекции но лишь бы соблюдать эти температуры то есть обсушка у нас проходит при 60 градусов внутри камеры либо духовке до достижения температуры 37 градусов внутри батона дальше идет жарко можно с дымом можно без дыма опять же можно в духовке при 85-90 градусов до достижения температуры внутри батона изделия в зависимости от продукта я щеку до достижения дальше покажу так для копчения я буду использовать такую щепу ольху значит ракция у нее 720 сейчас засыплю сразу дымогенератор чтобы она немножко подсохла ну и после достижения температуры будем коптить ну вот обещал зуммер до 40 догнал внутри батона сверху это мясо мясо просто тонкое поэтому показывает температуру сейчас ставлю накопчение для этого что мы делаем поднимаем температуру до 85 85 короче диапазон должен быть 85 90 но я ставлю на 85 перевожу в режим копчения камеру подключаю дымогенератор и зажигаю его также надо будет закрыть заслонку сзади все погнали еще раз повторяю можно без термокамеры делать термообработку чисто вот в домашней духовке с конвекцией ну можно и без конвекции ну а копчение конечно уже лучше производить либо с дымогенератором либо либо другим способом но если хотите копченую так мы все дымогенератор у меня запущенный разожженный так там в камере начинает уже дымок подниматься хороший прям хороший хороший но только начал все делаем обжарку с дымом до температуры внутри батона 63 градуса 63 там 62 дальше у нас будет варка до 72 внутри батона вот как хорошо там так прошло у меня чуть больше двух часов отключаю отключаю значит дымогенератор вот отключаю тэн дым какой пошел смотрите все короче сейчас пока включу чтобы дым в дом не шел уберу дымогенератор подключаю парогенератор и будем уже варить паром температуру у меня вот такая вот везде то есть это колбаса 61 ей хватит в принципе вообще рыбная колбаса готовится готовность 62 там 65 градусов она уже готовая вот но у меня здесь мясо до 70 сейчас я немножко обдам паром и все и будем завершать то есть сделаю цикл варки так отключу я вот дымогенератор для того чтобы дым ушел отключил тэн и поставил на проветривание сейчас камера проветриться дым уйдет перекрою заслонку дыма открою заслонку пара и отдам паром так ну вот дыма в камере уже нет сейчас закрою дым а горячо блин все прикрыл я заслонку дыма открылась закрывайся закрывайся все открываю пар все включаю варку и немножко еще отдадим паром погнали так ну все включаем пар парогенератор заслонку на закрыть сзади машина слева на проветривание ставим жарко варка тушения на третий режим и погнали также температуру будем выставлять 80 градусов 80 как она быстро перескакивает караул какой-то так 80 ровно 80 ровно и все и вот на этой температуре включаем тем ну и с паром вот видите да пар включенной все готовим сейчас у нас получается процесс варки варка пара блин классный парогенератор уже все запотело прошло буквально минуты две три все колбаска наша там готовится пусть варится до 72 в батоне буду доводить 57 хотя можно наверное даже до 60 до колбасу я сделал до 62 мясо до 72 так на ребят все значит у меня рыбка дошла вернее рыбная колбаска дошла 61 градус она прокоптилась она проварилась она обжарилась обсушилась вот на этом я буду заканчивать копчению варку жарку парку выключая камеры сейчас немножко она камера у меня прогонит вернее выгонит весь пар немножко подсушит продукты и на этом все то есть продукт наш готов так местом видно не знаю видно не видно а вот видно такая колбаска такое вот мяско все встретимся на дегустации вот так вот выглядит колбаска в камере выключаем все теперь мы ее повесим проветриваться а дальше дегустация ну вот друзья закончилась термообработка закончилась приготовление нашей колбаски помните да два батончика и один маленький вот сейчас маленький конечно не надо полежать в холодильнике ну хотя бы суточки терпежа нету поэтому разрежем к мы ее и посмотрим что у нас внутри внутри у нас вот такая красота посмотрите красиво ну давайте режем кусочек получилась у нас такая эластичная шкурочка снимал а офигенная но полежала в холодильнике шкурка будет лучше отдираться сниматься на самом деле что тут вот она снимается хорошо блин ребята там это очень вкусно рекомендую офигенная колбаска укропчик соль перчик вот так вот да имеет место быть и мест имеет место приготовлению всем рекомендую напоминаю коллаген оболочка соль перец укроп ничего больше ну и все всем спасибо за просмотре ставим лайки комментируем не забываем про конкурс всем спасибо всем пока 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 пока